Друзья, всем привет! Канал Makita PT на ваших экранах. И затронув тему нивелиров, хотелось рассказать еще вот про какой. Это лазерный нивелир SK312GD. Поставляется в комплектации Z в картонной коробке вот в таком вот специализированном чемодане с инструкцией мануалом на разных языках, в том числе в компакт-диске. С наплечным ремнем для ручной переноски. С волшебными очками, без которых вход в изумрудный город воспрещен. Хотя нигде никакого кода на них не видно. Кто понял, тот понял. Ну и наш маленький космический корабль. Лазерный уровень Makita SK312GD используется при проведении ремонтных и строительных работ. Обладает зеленым лучом 2-го класса, который отлично подходит для разметки при дневном освещении. Есть три режима регулировки яркости. Аппарат совместен с CXT аккумуляторами напряжения на 12 вольт, оснащен защитой от перегрузки. Также имеется возможность запитываться постоянным током. Дальность измерения 15 метров и до 20 метров с приемником. Длина волны лазерного излучения до 530 нанометров. Точность линии 0,1 мм на метр. В пределах 2 градусов срабатывает функция самонивелирования. Для предварительного выравнивания на горизонтальной поверхности предусмотрен пузырьковый уровень. Имеется 4 линии, 3 вертикали и горизонталь. Угол развертки по вертикали 130 градусов, по горизонтали 110. Призьба под штатив 5,8 дюйма. Диапазон рабочей температуры от минус 10 до плюс 40 градусов по Цельсию. Ударопрочный пыли и влагозащищенный за счет системы XPT корпус гарантирует долгий срок службы прибора. Габариты инструмента 122 на 130 на 225 миллиметров. Вес 1,5 килограмма. Данный уровень произведен в Японии. Сразу устанавливая аккумулятор, у меня 2 ампер часа, на них он проработает порядка 14 часов. А на 4 амперном вы будете нивелировать целых 28 часов. Сразу устанавливая аккумулятор, хочется отметить, что также имеется возможность запитывания от блока питания. На самой местности нужно сначала занивелировать прибор. Для этого вот у нас есть такие выкручивающиеся ножки, которые могут вам добавить целый сантиметр. Также спешу напомнить, что имеется возможность установки на штатив 5,8. Ну и спереди на платформе пузырьковый уровень, который покажет вам, насколько ровно у вас все установлено. После чего вам необходима юстировка самого лазера. Для этого здесь есть такой power switch. Сейчас находится в состоянии блокировки. Он высвобождает заблокированный отвес и одновременно запускает лазерный луч. Ну и после выбранного направления луча вам остается всего лишь подогнать благодаря вот этим регуляторам точности. Вот видите, что происходит, когда я их вращаю. Поочередность включения лучей. Вот кнопка управления на панели. То есть сперва у нас режим просто с горизонталью, затем с вертикалью передней и потом с двумя боковыми вертикалями и заново. Три режима яркости лучей, кнопка рядом. Если вам видно, то это конечно будет прекрасно. Вот я меняю несколько раз. Но я здесь прекрасно вижу, как он меняется. А что если попробовать в спец очках? Ну, вроде бы видно. Пишите, что видите вы, нам очень интересно. Вот такой прибор мы с вами сегодня рассмотрели, друзья. Купить его можно на сайте makita-dt.ru, пройдя по ссылке в описании. Там будет актуальная на данный момент цена, а также возможность пролистать каталог товара и подобрать себе еще что-либо. Если данное видео вам понравилось, ставьте ему лайк, подписывайтесь на наш занимательный канал и не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропустить следующие обзоры.